Всем привет! С вами всё также Антон Чёрный, и мы продолжаем изучать базовые принципы анимации Figma. У нас средний уровень сложности, и сегодня мы сделаем вот такой вот макет. Давайте посмотрим на экран. Макет будет состоять, ну, что-то вроде билета, и я хочу, чтобы при клике на вот эту, извините, на эту жёлтую кнопку, у нас с вами происходил момент такой, что этот билет отрывается, и появляется больше информации. Давайте посмотрим. Вот такого вот образа. В принципе, такую анимацию можно использовать в продуктовом дизайне, когда вы работаете над развитием какого-то продукта, и вы придумали новую идею, и хотите её именно заанимировать для того, чтобы обсудить какие-то идеи, проверить какие-то гипотезы, возможно, провести даже какое-то тестирование. Да и в целом анимация просто чуть добавляет такого интерактива с пользователем и становится чуть поинтересней. И плюс это ещё и выглядит симпатично. Помимо всего прочего, хочу, чтобы мы ещё при этом сделали, чтобы она у нас закрывалась обратно, и была, опять же, зациклена, да, чтобы можно было нажать Cancel, можно было нажать Add Follow Up. Вот в таком ключе. Также потренируемся с вами над короткими переходами. Мы в прошлом уроке, если смотрели, если смотрите всё последовательно, научились делать перебивки, но вот сегодня мы поговорим ещё про короткие микросцены, которые нам тоже помогают создавать плавную и достаточно правильную, дружелюбную анимацию. Поэтому поехали смотреть. Итак, что нам нужно с вами из исходников иметь? Я, как всегда, собрал уже всю анимацию для того, чтобы вы попробовали её и воплотили для себя. Но вот из исходников у нас что будет? У нас с вами будет присутствовать фон, да, то есть мы можем сразу делать, как я это делаю, либо же, соответственно, можете придумывать всё под себя. У нас будет с вами фон, шапка, сам билет и информация для раскрывающегося билета. Итак, поехали создавать. Скопируем себе фон и на него сразу разместим шапку. Если кому интересно, как всё здесь создано, то можем немножко обсудить. На самом деле, здесь всё, это один большой автолейаут, который состоит из двух объектов. Это вот автолейаут с названием плюс кнопочкой закрыть. И второй автолейаут, это просто у нас кнопка, два текстовых слоя и две кнопки. Вот насчёт вот этих вот точечек, как они сделаны, на самом деле, я думаю, что может кому-то интересно, это просто фрейм из точек, да, а каждая точка, это просто, опять же, обычный эллипс с эффектом inner shadow, то есть внутренняя тень. Не внешняя тень, внешняя тень это drop shadow, да, вот, а это внутренняя тень, inner shadow. И получается, как будто она, ну, дырочка, да, соответственно. И я эти дырочки расположил внизу, пополам. И получилось, что вот здесь вот это такой, по типу, как будто сейчас его оторвут легко, и если взять билет, давайте его Ctrl-C, Ctrl-V на макет, если их соединить, то получается ощущение, как будто этот объект легко оторвать. Вот, получается, такие вот дырочки. Просто там половинка, здесь половинка, и так это работает. Ну, как по мне, достаточно симпатично получилось. Давайте смотреть. Итак, размещаем все по центру, то есть оба объекта шапка, объект шапка и объект билет. Размещаем их вместе по центру, чтобы они у нас были четко по центру. Это нам нужно для того, чтобы потом, когда мы будем зацикливать анимацию, у нас все вернулось правильно. Все по центру. Дальше. Сразу обговорим такой момент. Нам нужно изначально внутрь фрейма билет поместить информацию, для того, чтобы у нас потом не нужно было ее дополнительно где-то размещать, чтобы она у нас сразу где-то была, потому что, и давайте обратим внимание на саму анимацию, мы сейчас нажмем на кнопку, у нас билет так оторвется, и потом он немножко, ну, микросекунду подержится, и начнет раскрываться, и начнет раскрывать ту самую информацию. Давайте посмотрим. Оп, он ее раскрывает. То есть это у нас все будет за один клик всего лишь происходить, поэтому желательно сразу нам информацию спрятать. Давайте найдем этот слой. Вот он, слой информации. Нажимаем Ctrl-C, выбираем фрейм билет, и нажимаем Ctrl-V. Он вставился так в рандомном достаточно месте. Для того, чтобы было удобно сейчас его расположить, выключим галочку Clip Content, и на фоне тоже выключим Clip Content, чтобы мы все хорошо видели. Теперь блок с информацией. Находим его, он вот здесь у нас находится. Выравниваем по центру, чтобы он у нас четко находился сейчас по центру. Ну, и я рекомендую на стрелочках клавиатуры просто его опустить вниз до тех пор, пока его не будет видно. Вот здесь вот он точно уже не будет видно. Теперь можно Clip Content везде поустанавливать. Не забывайте устанавливать везде, потому что когда анимация происходит, если где-то забыть, она будет немножко такая, как будто не четкая, а потом четкая. То есть будет какой-то расфокус. Это вот случается, если Clip Content где-то стоит, а где-то не стоит. Фигма как-то странно с этим работает. Соответственно, мы сейчас уже блок с информацией спрятали, и, кстати, момент, хорошо, что мы его сразу спрятали, потому что мы сейчас будем поворачивать с вами объект, чтобы потом нам в перевернутый не пришлось вставлять тоже под углом, мы его заранее уже сформировали. Итак, называем этот фрейм единичка и копируем, создаем вторую сцену. Итак, что нам нужно сделать? Мы кликаем, да, то есть я нажму в Prototype, и сразу нажму объект область для кнопки, это важно, и One Click. Мы, кстати, с вами можем познакомиться с достаточно новым форматом анимации Easy In and Out Back. То есть это получается, выглядит это как будто, ну вот такое вот небольшое шатание, как будто у нас анимация, когда начнется, она у нас, этот билет, он как бы, ну вот так, силой оторвется. Вы сейчас это увидите. Давайте поставим побольше. Я поставлю 1000, но потом вернемся на 500. Просто я хочу, чтобы вы медленно увидели, как он будет отрываться. Итак, поставили One Click на кнопку Easy In and Back 1000 миллисекунд. Произношу, конечно, очень коряво, но мне не дается это нормально произносить, уж извините. Итак, вот у нас есть наш билетик, который мы хотим оторвать. Заходим в дизайн, немножечко его повернем, слегка. Так, опускаем вниз. И важно здесь попасть, дырочка в дырочку. Во, вот так вот отлично. Дырочка в дырочку. Можно чуть выше поднять. Нам нужно так, чтобы как будто первый оторвался. Вот первая часть оторвалась, а остальное как бы еще осталось. Все, вот так у нас хорошо. Для улучшения, ну в принципе, чтобы анимация смотрелась чуть интереснее, все-таки при клике на кнопку должно что-то произойти. Поэтому мы можем зайти в кнопку. Я специально сделал кнопку таким образом, что есть область для кнопки, и внутри есть сама кнопка. И поэтому, чтобы вам проще было, то выбирайте саму кнопку, не область для кнопки, а кнопку. Нажимаем K на клавиатуре, для того, чтобы у нас появились две стрелочки, да, Scale. И немножко с зажатой клавишей Alt и зажатой клавишей Shift уменьшаем эту кнопку. Вот видите, нам Figma даже рамку рисует. Надеюсь, вам видно, что раньше кнопка была вот такой, да, а мы сейчас ее уменьшаем вот до примерно таких размеров. Ну и помимо всего прочего, давайте ей еще цвет немножко изменим. Более такой сделаем бледный. То есть при клике у нас кнопка становится чуть бледнее. Вот так, допустим. Во, отлично. То есть сейчас у нас с вами клик, и объект должен наклониться. Давайте посмотрим, как это выглядит. Здесь добавим стартовую точку. Чуть-чуть увеличу, чтобы вам видно было. Итак, нажимаем. Оп. Видели, как это происходит? Она немножко так раз и с силой. Ну как силой, да, относительно силой. То есть он, оп, оторвался. Выглядит это симпатично. Она мягенько это делает. И вот как раз таки в этом нам помогает новый наш эффект, который мы с вами еще не пробовали. In and out back. То есть как бы, если выбрать просто если in back, то получается он только в начале это сделает. Давайте сейчас разберемся. Он в начале это вверх, но потом вниз. Если мы выберем out back, то он у нас сделает это в конце. Сейчас покажем. Out back. То он в начале не пойдет вверх, а он сразу просто вот так бум, типа отпружинит немножко. Вот сейчас. Бум. Видите? Ну, надеюсь, это заметно. Он слегка отпружинивает. Давайте еще раз. Оп. Он чуть-чуть поднимается наверх. А если мы поставим in and out back, то он получается внутри и снаружи вот так вот сделает. И можно чуть побыстрее. 700, допустим. Ну, вообще 600, давайте 600. Все. Мы, получается, его наклонили. Что делаем теперь? Вот теперь нам нужно небольшую перебивку сделать. Если мы сейчас начнем его раскрывать, и у нас там есть информация, нам эту информацию нужно будет поднять, а у нас уже есть здесь текстовый слой, вот этот вот, с кнопкой, да, то они начнут друг на друга накладываться. Или придется их немножко уводить вверх, что мне бы не хотелось. Поэтому давайте сделаем микро-перебивку. Создадим третью сцену. В третьей сцене мы с вами... Сейчас найду. Текст и область для текста, вот эту, просто обесцветим в ноль. То есть, сделаем в настройках layers 0%. Все. То есть, он как бы исчезнет. И теперь нам нужно сделать автоделей, но только очень быстрый, чтобы это у нас произошло достаточно быстро. Давайте зайдем в prototype. Сделаем автоделей. За 150 буквально миллисекунд у нас должно это произойти. То есть, по сути, у нас он сначала порвался, и потом сразу пропало. Вот должно примерно такого эффекта мы достигнуть. Ну, кстати, немножко... А, немножко долго почему? Потому что outback стоит. Давайте уберем ее и поставим. Можно лайнер поставить? Можно. В принципе, давайте лайнер. Пусть это просто пропадет. Все. Он пропал. Проверяем, через сколько это миллисекунд происходит. Да, единственное, что вот... Вот почему это было. Как будто ждать, да, приходилось. Все. Вот так. Хорошо. Даже тогда можно чуть-чуть подольше обесцвечивать его. Где-то за 200 миллисекунд. Так, смотрим. Порвали. Исчезли. Вот сейчас отлично. Все. У нас вот это получается... Мы разорвали анимацию на 2. Если он бы при повороте у нас начал исчезать, но было бы не очень симпатично, поэтому мы его оторвали, и потом он у нас исчез. Далее давайте аккуратно и следим за руками. Сцена номер 4. Сразу можем связать их, в принципе. Свяжем их через автоделей, через одну миллисекунду. Сделаем тоже in and out back. Так, и где-то... Сколько мы делали? 650, да? Или 600? Ну, вот сейчас посмотрим. Вот. Теперь нам нужно очень аккуратно здесь поступать. Давайте я вот это чуть-чуть опущу вниз. Чтобы он нам не мешался. Так, сразу уберем галочки клип-контент здесь. Уберем галочку клип-контент здесь. Аккуратненько. Вот этот элемент поднимаем наверх. Пока что пусть здесь постоит. Вот этому элементу, всему элементу билет, убираем наш угол поворота. Сейчас вот здесь 5 градусов. Ставим 0 градусов. Все, он у нас вернулся в позицию. На всякий случай выравниваем по центру, потому что он где-то криво стоял. То есть по центру теперь его ставим. Поднимаем наверх. Давайте его соприкоснемся с билетом. Вот с этим. Вот так. И поднимем наверх так, чтобы у нас вот эта часть вся попала. Ну, где-то вот так примерно. И теперь вот эту часть нам нужно протянуть. А, единственное, что я еще забыл. Вот это нам тоже нужно поднять. Все, подняли. И вот эту часть мы протягиваем. Вот так, чтобы у нас аккуратненько все было. Ну, кстати, можем чуть-чуть тогда и вернуть. Вот так. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть, чтобы у нас здесь не обрезалось некрасиво. Либо вот так вниз. Либо совсем. О, совсем. Да, его обрежем давайте. Хорошо. И теперь не забываем, вот здесь вот не забываем обратно вернуть галочку клип-контент. Потому что, как я уже говорил, анимация будет немножко некрасивая. Давайте посмотрим, что произошло. Ну, так, если повторить, да. У нас был он повернутый. И элементы прятались внутри. Кстати, вот сейчас очень важный момент. Мы не сделали... Сейчас проверю. Информация. Да, она у нас 100% закрашена была. Возможно, сейчас у нас будет не очень красиво смотреться из-за того, что этот элемент, вот этот элемент информация, он был 100% залитый, да. И поэтому сейчас он будет растягиваться. И, ну, если это так получится, что он будет хорошо растягиваться, то окей. Но если он проявится и еще не успеет растянуться элемент, то, возможно, будет не очень хорошо смотреться. Давайте на всех случаях это все проверим. Так, смотрим это здесь. Раз. Раз. Не, хорошо, хорошо. Он прям выскочил. Симпатично получается. Давайте еще раз посмотрим. Повернулся. Выскочил. Не, он очень хорошо. Он вырос вверх. Прям мне нравится. Раз. Раз. Все, шикарно. То есть, он как бы у нас скрепился снова, да, скрепился вот с этим вот элементом снова. Давайте еще раз посмотрим. Падает. Поднимается. Ну, шикарно выглядит. Мне нравится. Давайте смотреть дальше. Нам нужно теперь зациклить ее, да, то есть, нужно нажать на cancel, и должно все произойти красиво и аккуратно. Пока что у нас ничего такого критичного не произошло, поэтому мы, в принципе, могли бы и сразу связать это с обратным путем. Но здесь слишком много движений произошло до этого для того, чтобы сейчас обратно все связать. Может что-то пойти не так. Поэтому мы создаем сцену номер 5 и сделаем опять небольшую перебивочку. Какого характера? Нам нужно просто обесцветить и оторвать немножко билет. Оторвем немножко билет. Ну, где-то вот на 30 пикселей опустился вниз. Для того, чтобы, кстати, на 30 пикселей опуститься, нужно не просто на стрелочке клавиатуры нажать, а зажать еще клавишу shift. Тогда при зажатой клавиши shift, когда мы на стрелочку вниз нажимаем, мы двигаемся на 10 пикселей. Если просто на стрелочку вниз нажимать, то по одному пикселю. Вот. Поэтому я отпустил где-то на 30 пикселей. Ну, можете на глаз, сколько, чуть-чуть, да, отступить. Мы как бы отступили, и пока будет вот этот отрываться билет, можем обесцветить блок с информацией в 0%. Вот. Бум, просто отпустили. Теперь давайте свяжем это все. При нажатии на кнопку cancel у нас произойдет вот эта анимация. OneClick мы поставим с вами лайнер где-то за 200 миллисекунд. И давайте глянем, как это получается. Так. Отрывание у нас происходит симпатично достаточно. Кстати, вот этот момент можно чуть подольше, да, делать. А мне кажется, что вот здесь вот в процессе как-то слишком быстро выскакивает. Что если поставить 900? Ну, кстати, хорошо, да? Или медленно? Можете написать в комментариях. Раз. Нет, ну, мне нравится. Можно чуть-чуть медленней. Давайте посмотрим, как cancel. Должно сейчас что произойти? Билет оторваться и обесцветиться. Во. Вот прям вот как надо. То есть очень быстро и аккуратно. И теперь вот эта микроперебивочка нам поможет просто его схлопнуть. Да, то есть у нас этот элемент вниз пойдет, вот этот элемент схлопнется. И в процессе этого всего действия еще и отобразится наша старая идея, наша старая вот этот элемент. На самом деле даже мы ничего... Давайте единственное, что анимацию. Вот это раскрытие. 900 как будто много, 750 поставим. Так. В процессе, когда он будет закрываться от 5-го, введем обратно. Если сделали все правильно и не удалили ничего лишнего, все аккуратненько сделали, как это сделал я, то, по идее, должно получиться. Ну, давайте глядеть. After Delay. 1 миллисекунда. Лайнер нам не подходит. Можем также In and Out Back сделать. И за... За 750, да, в принципе. Давайте смотреть. Вот это у нас уже отработано. Классно он выскочил. Мне нравится. Можно единственное, чтобы он выскочил и вот так вот не делал. То есть поставить просто In... In Back. Ну, давайте посмотрим. Так, Cancel. Должно пройдите раз и схлопнуться. Во! Ну, шикарно же, да? Мне нравится. И она у нас зациклилась. Раз. Раз. По-моему, круто. Единственный момент, как будто... А, вот вижу. Смотрите. Можно для того, чтобы для наглядности вот это поставить очень долго. Поставить еще лишний нолик. И мы увидим небольшой косяк. Вот смотрите, когда... Сейчас это открывается нормально. Когда он будет схлопываться, мы вот эту часть увидим вот здесь. Смотрите. Сейчас она схлопывается. И вот она. Вот пошла. Вот он, косяк, где был. Она изначально в... Вот здесь блок с информацией, когда мы его закинули, он был 100% залит. Давайте мы поставим 0%. Кстати, возможно, что-то испортится. Давайте посмотрим. Мы ему поставили 0% и, по идее... Но здесь он 100% сразу встанет. Поэтому нормально все должно быть. Так. Можем... Давайте всю анимацию сделаем медленной. Для того, чтобы просто проверить. Лишний 0 везде добавлю. Просто, чтобы мы с вами могли проконтролировать весь процесс. Да, будет, может быть, немножко... Он подглюкивать будет или такой будет не очень красивый. Но мы просто проверим. Тут не такая простая эта анимация. Ну, в принципе, она выглядит-то простенько. И сделали мы достаточно быстро. Но все же... Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, в принципе, анимация достаточно простая. Но все же, может быть, где-то были проблемы. Так. Отрывается. Обесцвечивается. Схлопывается. Раскрывается. Хорошо текст появился. Он так угол поменял. Отлично. Дальше потом оно у нас... А, ну все, готово, да? Дальше мы нажимаем cancel. Оно отрывается просто обычно. Потом он разъезжается и, схлопываясь, проявляет нам кнопку и проявляет текст. Ну, вот, кстати, видите, в конце он так... То есть, сложился, раскрылся. Может быть, и убрать, кстати, этот момент, да? Можно попробовать убрать. То есть, это получается у нас в конце. Это значит, back нам нужно... Не, да. Нам нужно out убрать. То есть, in back. Ну, и давайте... Где это у нас еще было? Вот здесь, да? Когда он раскрывался, в конце тоже он чуть-чуть выходил за рамки. То есть, можно тоже in back, да, поставить. Давайте попробуем нолики убрать лишние. И смотрим. Отрывается. Раскрывается. Console. Слопывается. По-моему, шикарно. Раз. 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 Вот такая вот у нас с вами анимация получилась. На самом деле, процесс мне очень понравился, и результат тоже радует. Поэтому обязательно ставьте лайки к этому видео, пишите комментарии, получилось ли у вас. Обращайте внимание, что в описании есть ссылка на все исходники и на карту этого мастер-класса. Смотрите все уроки. Если уже все получилось, то переходите к следующему видео. Дальше сложнее и интереснее. Спасибо за внимание и до скорых встреч.